привет привет мои хорошие есть свободная минута и я решила записать видео о том какие вопросы задавали мне на рандовую для получения гражданства я говорила что я на днях была что нас на днях вызывали на рандовую это встреча собрание вот у нас было назначено три часа мы с мужем пришли и в коридоре фойе увидели пар 10 наверное такие же как и мы если все были с детьми одни мы были без детей вот честно сказать я не поняла почему все сидели там как-то всех на одно и то же время пригласили нас пригласили на три часа и первых вызвали нас мы пришли вовремя вызывали сперва мужа где-то минуту от силы 2 он провел и следом вызвали меня он вышел потом я вместе нас не заводили вместе не вызывали точнее так все скажу что спрашивали лично у меня у меня спросили сказали точнее расскажи на турецком языке о себе его ну что что вам именно рассказать там принципе все рода написано моим на 7 как расскажи что-нибудь не то что первое в голову пришла сказать своими фамилию назвала где родилась откуда приехала сколько мне лет что мне двое детей и вот мужа говорю вы видели вот а потом они спросили что я закончила образование сказал университет высшее образование следом спросили адрес домашний вот с адресом у меня проблема его написать могу сразу а вот произнести почему-то сразу не смогла но в конце концов я вспомнила где вижу бог потом спросили сколько братьев сестер у мужа где родился супруг спросили просили если родители у мужа живы ли здорово ли где живут далеко ли живут что есть работаю или я спросили и все там где родилась ну я принципе на я помню сказал а и и имена моих детей спросили все больше ничего у меня не спрашивали это занял буквально минуты три и я такая спрашиваю все они это все можете идти пошла мужа спрашивали где познакомились он стал в интернете интернете познакомились немножко пообщались понравились друг другу и решили пожениться такого что-то стало потом что еще спросили у него когда поженились по моему каком году и у него принципе ничего не про имена детей тоже спасили и сразу сказали меня вызвать хотя знаете почему вас я осталась одна без мужа обычно если жена плохо говорит на турецком муж присутствует и как переводит и да я не знаю на английский на русский на какой переводе на тот язык на котором они общаются у мужа спросили знает ли жена турецкий поймет ли нас он сказал да конечно на все поймет прекрасно а типа там дагестане турецкий язык понимают турецкий язык знаю знаю там турецкий язык конечно у нас дагестане живут кумыки национальность такая есть кумыки у них их язык похож на старый турецкий есть что-то схожи так чтобы сказать что прям турецкий язык и кумовский язык это один вадим нет один один вадим нет не скажешь все процедуры для получения гражданства мы прошли осталось только ждать ждать ответа дадут мне его или нет ну я процентов на 99 почему-то уверена что мне его дадут ну один процент все-таки исключение какой-то там форс-мажор всякое в жизни бывает не всегда на это всякое какое там один процентик оставлять вот такие вот вопросы подавала я на гражданство когда первый раз приехала из дагестана это было по моему январь месяц мы подали прошло где-то месяца полтора-два потом выяснилось что в моих документах моих документах неправильно написано имя мамы и моя дата рождения пришлось менять знаете в каком документе было по моему свидетельство о регистрации брака пришлось поменять свидетельство о регистрации брака и все переводы все 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 он может сделать заново перевод паспорта по моему перевод свидетельство рождения все то что нужно поменять было где было неправильно дата моего рождения где имя мамы было написано все поменял и вот заново получается мы заново подали заявление вот часть мы пару месяцев потеряли ничего страшного я не спешу как бы я знаю что мне и так дадут гражданство я ничем не хуже остальных русскоговорящих жен иностранок поэтому я знаю что мне дадут гражданство брак у нас не фиктивный все на виду и кстати где-то полгода назад когда я была дома с детьми приходила пара мужчина и женщина девушка и парень точнее и проверяли живу я здесь или нет пришли позвонили в дверь я пропустила естественно пригласила они поинтересовались можно зайти или нет потому что если нет дома супруга мужской пол обычно не заходит так как там была еще женщина не зашли задали несколько вопросов посмотрели осмотрелись дети естественно бегали то есть все в этом наши фотографии все как бы было понятно что мы здесь живем вместе живем и наверное я думаю все таки они у соседи тоже поспрашивали обычно первое что делает спрашивает в бокале соседнем пока это магазинчик продуктового соседней у соседей тоже спрашивает скорее всего спрашивали об этом не знаю вот такое вот больше больше ничего не было все теперь сказали нам ждать 5-6 месяцев примерно но это примерные сроки точно сроки никто не знает вот такие вот дела не знаю что еще рассказать все сегодня была у меня съемка я наверное уже предыдущих видео об этом говорила или следующих буду говорить прошло все хорошо для меня это было необычно посмотрим я ни одну фотографию не идем ни один кадр даже не смотрела на фотоаппарате просто я хотела что чтобы эффект неожиданности посмотрим как получится фотографии я увижу наверно где-то через неделю вот интересно как все выйдет это первый раз у меня такая работа первый раз я была моделью первый раз вообще меня снимала профессиональный фотограф эту обученностью сам smart и сама на свой телефончик вот если понравится наверное буду продолжать принципе кому не кому не понравится наверно понравится мне единственная проблема была переодеваться была проблема у меня было три образа и на каждый образ нужно было переодеваться вот это было немножко проблемно и сети three образа снимается в разных местах но эти разные места были на одном районе. Вот это был плюс. Можно было с одного места до другого найти пешочком. Снимать разрешали везде. Разрешили, точнее, везде. Не было с этим проблем. Все, наоборот, с интересом наблюдали, что это такое. Что тут происходит. Вот. Мне понравилось работать с девочками, с которыми я работала. Я надеюсь, и фотографии получатся удачные. Я надеюсь, что я буду хоть немного фотогеничной, потому что я когда сама себя фотографирую, или кто-то меня фотографирует на мой телефон из 20-30 снимков, ну нет, ну из 10-15 снимков я с трудом могу выбрать один. Потому что я плохо выхожу на фотографиях. Редко выхожу хорошо. Вот такие вот дела у нас. Не знаю, когда выпущу это видео. Наверное, когда выпущу это видео, в эфир фотографии уже будут опубликованы мои. В последнее время я забросила свой канал. Как через день, наверное, загружаю видео. В последнее время, это как с тех пор, как открыла детский канал, детям канал, наверное, уже неделю, как открыла. Вот я как-то вот начала халтурить на своём. Забросила практически. Но ничего, я вернусь. Вернусь с большими силами. Как у меня обычно бывает. Так что не переживайте. Ждите. Всё будет, как и раньше на моём канале. Ещё... Проснулся, что ли, опять кто-то из детей. У меня детки спят. Я снимала до этого видео распаковку и просыпалась Зехра. У неё зубки. Она очень беспокойная. С кем не бывают? Дети. Всё, деточки. Ладно, закрываюсь. Не буду долго болтать. Если что-то умное ещё в голову придёт, я сниму обязательно для вас видео. Спасибо, мои хорошие, что смотрели. Не забываем ставить лайк. Мне будет приятно. Пока.